Приветствую друзья! Сегодня мы познакомимся с еще одним очень амбициозным новичком в мире портативного аудио компании EPS Audio. Для начала я предлагаю рассмотреть один из лучших их мобильных ЦАПов, построенный, как и в случае новенького iBas DC04 Pro на двух чипах конвертера Cirrus Logic CS4331 и предлагающий обычные балансные выходы, полное управление музыкой, два режима усиления и до 151 мВт мощности на 32 Ом нагрузки. Очень достойно, как я считаю, для своих четырех тысяч рублей. О нем сегодня подробно и говорим. Поехали! Поставляется аппарат в небольшой коробке черного цвета со схематично изображенным устройством и перечнем его технических характеристик. В комплект нам положили небольшой витой Type-C кабель, короткую инструкцию на китайском языке и лист формата А4 с переводом ее на английский язык. Из важного здесь стоит обратить внимание на максимальное разрешение для PCM до 32 бит 384 кГц и DSD до DSD 256, пиковую выходную мощность в 151 мВт на 32 Ом нагрузки и выходной импеданс составляющий целых 32 Ом. Корпус у ЦАПа небольшой, но по-солидному тяжеленький. Из функциональных элементов на нем присутствует индикаторный светодиод, определяющий качество текущего сигнала, механический переключатель гейна и целых три кнопки. Две для регулировки громкости, а средняя ставит музыку на паузу и по двойному и тройному клику переключает композиции вперед-назад. То есть с устройства можно производить абсолютно все необходимые действия. По торцам же расположились Type-C вход и два выхода. Балансный пентакон 4.4 мм и обычный симметричный джек на 3.5 мм. Потребляет он сверхгуманно. На 5 вольт приходится всего 0,002 ампера, а это даже меньше чем у iBAS DC04 Pro в режиме экономии энергии. При работе аппарат незначительно нагревается, никакого шума в паузах я здесь не услышал, но и гарнитура как всегда не поддерживается. Из железа нам известно лишь о наличии двух чипов конвертера Cirrus Logic CS43-131, благодаря которому мы имеем 125 и 151 мВт мощности на 32 ОМа нагрузки. Громкости тоже с хорошим таким запасом на высоком гене ни разу не поднимал ее выше 15 процентов. А значит раскачать ТП20 способен не только внутриканальные, но и относительно тугие полноразмерные наушники, включая всякие задинамические и сложные гибридные решения. Никаких драйверов для данного устройства, к сожалению, не предусмотрено. Так что в случае Windows ориентируйтесь на 10 и 11 версию. Поддержка ASIO без драйверов тоже невозможно, но данный интерфейс можно эмулировать, например, через ASIO for all. В ASAP есть, его хватает, лично мне другого тут и не нужно. Под Android и iOS САП работает на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с прямым доступом к аппаратной громкости. Измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц балансного и обычного выходов на АЦП и Ванда Космос. В результате получил все значения в состоянии отлично, за исключением взаимопроникновения каналов на несимметричном выходе. Но оно так и должно быть в силу особенностей данного разъема. В остальном здесь образцово-показательная кривая АЧХ, шумовая полка на минус 160 дБ, шикарный динамический диапазон и искажения на баланс на выходе ниже уровня минус 112 дБ, а на 3,5 мм ниже минус 105 дБ. Интермодуляционные искажения, как видите, имеют чуть лучшее значение, чем гармонические. В процентном соотношении это 0,37 и 0,54 процента соответственно при заявленных 0,80 процента. То есть даже лучше, чем нам обозначил производитель. Что сказать шикарное в техническом плане устройство. При прямом сравнении герой обзора с новеньким iBasso DC04 Pro последний подкупает некоторой обособленностью вокала и приятной такой музыкальностью. В остальном TP20 превосходит его по всем фронтам. У него однозначно выше разрешение четкость, лучше разделение и, естественно, динамика. Причем все это при схожих показателях телесности и более чем двукратной разницы в цене. Но зацепило меня даже не это. Именно в TP20 я наконец-то услышал правильное разделение планов в совокупности с хорошей прорисовкой нюансов и приличным уровнем музыкальности. DC04 Pro подавал аккомпанемент как-то слитно и частенько ошибался, вынося вперед то, что должно быть утоплено в сцене. Также героя обзора хочется похвалить за быстрый и точный удар бочки, достойную передачу текстур у басовых инструментов, выразительные и мелодичные, при этом очень детальные средние частоты и какие-то просто обворожительные, как для своей цены верха. Разнообразные отзвуки перкуссии, высокочастотные хвосты акустических инструментов не смешиваются, наделены акустически правильной массой и, что еще важнее, обеспечивают столь необходимый для целостного восприятия музыки комфорт. То есть без лишней яркости, ненужной агрессии и вся всяческих артефактов. Получилось также сравнить TP20 с аудиоплеером Shanling M0 Pro в режиме мобильного ЦАПа, где характер Shanling мне показался заметно мягче, а сама подача чуть более живой, чем у героя обзора. При этом все, что касается точности, динамики, контраста и разделения прямо очевидно лучше у TP20. В плане стилистики ЦАП тоже, на мой взгляд, более универсален, чем DC04 Pro и M0 Pro. Ему вполне по силам передать как что-то агрессивное и тяжелое, так акустически сложное оркестровое или другое академическое произведение. Нет того свойственного, например, моделям C-Trans перешарпа в передаче нюансов, пересвечивания высоких, как у DUNA или Colorfly или тотальной музыкальности DD Hi-Fi. Из наушников для тестирования я использовал своих любимчиков трибриды YANIN Moonlight, недорогую динамическую модель KZ DeFi и чисто арматурные многодрайверные наушники EPS 620 с кабелем от компании ICO. Планарные решения, конечно, тоже можно использовать, но они заметно так скрадывают объем и глубину произведения. Но это не связано с конкретно этим ЦАПом, просто такой у них характер сам по себе. А так звучит ЦАП весьма музыкально, выразительно и в достаточной мере чисто. В нейтральность он особо не уходит, однако и не дает, как у Шанлинг, бархатного такого аналогового смягчения. На низком гене лично мне здесь не хватило энергии и задора, слишком уж все было плавненько и жирно. А на высоком еще и по балансу хватает и техничности, и агрессии, и той самой тембральной красоты. Один нюанс у него не нулевое, а выходное сопротивление, из-за чего очаха наушников может немного изменяться, а само их звучание приобретать взрослые такие слегка грубые черты. Лично мне это очень импонирует, словно слушаешь через специализированный 32-омный адаптер. Кушает аппарат немного, имеет чистый фон, добротный вес и просто великолепные измерения. То есть как для своей цены это чуть ли не лучшее предложение на рынке. Итогом мобильный ЦАП Эпс ТП20 очень брутально выглядит, удобен в эксплуатации и предельно экономичен в плане потребления энергии. Пользоваться им удобно, есть кнопки громкости, переключатель уровня гейна, пауза и возможность переключать треки вперед-назад. Одна беда, весит он конечно порядочно. По звучанию же я бы отнес его к выразительным, слегка музыкальным и очень точным источникам. Уровень прорисовки здесь просто шикарный и это логично совмещено с правильной телесностью, хорошей экспрессией и приятной для слуха мелодикой. Не скажу, что звук здесь как живой, в этом шанлинг пока еще нет равных, но очень близко к тому. Что сказать отличный ЦАП с прекрасным уровнем измерений, превосходным звучанием и ненулевым импедансом на выходе, что очень благотворно влияет на раскрытие различных чувствительных наушников. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Эпс ТП20. Всем добра. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем друзьям добра.